Министерство финансов страны готовится занимать у населения. В ведомстве начнут выпускать денежные облигации. Предполагается, что одна такая бумага будет номиналом в тысячу рублей. Инвестор может вложиться на сумму от 30 тысяч и до 20 миллионов рублей сроком на три года. При этом каждые шесть месяцев держателям таких облигаций будет выплачиваться доход. Это примерно 8,5%. Первый выпуск народных облигаций запланирован уже в апреле. В Минфине подчеркивают, что бумаги не будут обращаться на вторичном рынке. То есть их нельзя будет продавать. А вот наследовать доходность этих облигаций разрешено. Подробнее об этом проекте мы поговорим с экспертом. В прямом эфире финансовая аналитика Александр Воронов. Здравствуйте, Александр. Первый вопрос. Силуанов заявил, что Минфин таким образом надеется вытащить деньги людей из-под подушки. Как вы думаете, получится? Будет востребовано? Мне кажется, что большого спроса на эти облигации не будет. Это больше социальный проект для тех, кто не может прийти к брокеру и не хватает какого-то образования, чтобы понять, что все-таки на бирже вы покупать выгоднее и гораздо дешевле. Так как продать такие облигации нужно хорошую развитую сеть, и банкам тоже нужно показать какую-то прибыль. И нужно их заинтересовать в первую очередь совершением этих операций. А если банки будут брать большие комиссии, то та доходность, которую озвучили, она ничтожна будет по сравнению с комиссией, которую будет платить банк. То есть, соответственно, нужно поднимать сумму проведения операции. Подняв сумму проведения операции, то мы опять же упираемся, выходим из целевого сегмента, потому что более богатые люди могут покупать облигации на бирже, и это будет гораздо выгоднее. Поэтому это более социальный проект для тех, у кого нет доступности для брокера или для банка, чтобы получить непосредственно эти облигации, какую-то доходность. Но вот я в последнее время не припомню таких социальных. Для чего это государство? То есть что они хотят как-то людей, чтобы они более грамотные стали или что? Ну, во-первых, государство беспокоится о финансовой грамотности. Государство также беспокоится о диверсификации методов, куда можно вложить свои накопления. Потому что одни банковские депозиты, которые сейчас очень популярны, это не единственный метод, есть ценные бумаги. Вот ОФЗ, эти облигации народные, это тоже ценная бумага. В свое время, в прошлом веке, в середине, там военные были облигации, и после выпускались очень активно государством, как для финансирования проектов, строек, восстановления. Вот сейчас государство, конечно, делает для того, чтобы народ опять же посмотрел на этот инструмент и вкладывал, чтобы в случае, скажем, если падение банков, как у нас бывает сейчас часто, то сейчас АСВ все компенсирует эти деньги. Это тоже, скажем, недешевая операция. А в данном случае такой заемщик, как государство, является максимально надежным. А так сколько можно будет заработать? Вот примерно, какой будет процент? Здесь очень сложно сейчас судить о проценте, да, то есть если мы бы вкладывали на текущий момент классический вариант, да, через биржу, то процентом 8,5 это вполне доступно. А здесь будут зашиты комиссии банков. А банк, чтобы совершить непосредственно эту операцию, да, то есть он должен совершить очень много операций. Во-первых, это должен быть менеджер, да, который вам предложит. Потом контролер он может быть, плюс кассир, который деньги примет, плюс хранение бланков, так как это будут документарные ценные бумаги. То есть очень много, очень много расходов, плюс сам по себе услуга конкурирует с банковской услугой, это депозиты, потому что банку все-таки выгоднее привлекать средства к депозиту, чтобы дальше выдать их кредиты. Поэтому какая итоговая, скажем так, доходность будет для инвесторов, с учетом всех затрат, которые банк будет компенсировать непосредственно с инвесторов, здесь сложно предположить. Я думаю, что это будет где-то в районе 7%, то есть ставка по крупным банкам, поставка по депозиту у крупных банков, может быть даже меньше. Ну, примерно, да, как депозит. Ну вот вы говорите, проект социальный, но все помнят и негативный опыт государственных этих облигаций, облигации Советского Союза до сих пор не выплатили, вот я читала, 25 триллионов еще должны людям. Какие сейчас риски существуют? Ну, сейчас, скажем, ситуацию сложно повторить, то, что было в Советском Союзе, по крайней мере, в текущем положении прогнозировать сложно, что будет дальше в нашем государстве. Но пока то, что было тогда, невозможно, то, что это лотерея и прощение долгов. Сейчас, как бы, инвестор сам выбирает, и у него все-таки более развязанные руки, он может вложить так и облигации государственные, так и негосударственные, каких-то крупных компаний. Иногда бывает, что крупные компании обладают большей надежностью, чем государство. Это было не так давно, это было в 98-м году, когда РЖД и Газпром считались более надежными заемщиками, чем государство. Спасибо вам, Александр, спасибо, что пришли, рассказали. И, как говорится, поживем и увидим, первые облигации обещают, напечатают в апреле.